Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Открытый диалог». Как всегда в нашей студии актуальные темы и интересные гости, которым есть что вам рассказать. Сегодня с нами Сергей Николаевич Антонов, председатель Совета депутатов городского округа Люберца. Здравствуйте, Сергей Николаевич! Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, уважаемые жители! Вот сегодня фактически будем обсуждать и подводить, наверное, итоги работы Совета депутатов за последнее время. Вот он сформировался в марте, 8 месяцев, получается, прошло. Вот что успели за эти 8 месяцев, какие промежуточные, наверное, итоги работы можно подвести? Ну, вот если за 9 месяцев рождается ребенок, да, мы знаем, то 8 месяцев – это практически срок кончается, и мы должны полностью сформировать наш городской округ Люберцы. На самом деле, 30 марта произошло первое заседание Совета, с этого момента произошло уже 13 заседаний. Было принято на них 130 решений, касающихся нормативно-правовой базы и прочих вопросов городского округа. Но из наиболее значимых, конечно, я не берусь сейчас перечислять все 130, они были напечатаны в прессе, и в вашей телевидении их показывало. Но это такие решения, как, например, принятие устава города, городского округа. Это принятие положения в общественной палате. Это утверждение кандидатов в общественную палату от Совета депутатов. Это проведение конкурса и назначение выбора главы городского округа. Это проведение конкурса и утверждение нашего гимна, округа, флага, герба, который вызвал большие дебаты, но у нас есть сегодня. Это организование постоянных депутатских комиссий, создание всей той нормативно-правовой базы, которая необходима для жизни любого муниципального, такого крупного образования, как городской округ. И вот вы упомянули нормативно-правовые акты. А сильно ли изменилось то, что было в Люберецком районе, по сравнению с тем, что у нас есть сейчас в городском округе Люберец? Сильно изменилась эта правовая база? Понимаете как? Во-первых, у нас вновь сформированы муниципальные образования. Поэтому даже в тех документах, которые по сути не меняются, меняется название самого муниципального образования. То есть документ все равно должен претерпеть изменения, и это должно быть утверждено решением Совета депутатов. Во-вторых, основной целью создания городского округа из муниципального района было создание равных условий проживания наших жителей на территории всего округа, равных условий функционирования всех структур, от административных до бюджетных организаций, до предпринимательских, каких-то учреждений, заводов. То есть все должны жить на равных условиях во всех наших поселениях. Они достаточно сильно отличались, в том числе и налоговые базы отличались. Так вот, чтобы все это привести к единому, так сказать, знаменателю, вот как раз и принимаются сегодня новые нормативные документы. Удалось как-то привести все к общему знаменателю? Ну да, конечно, мы над этим уже работаем. Я же говорю, что 8 месяцев прошли, и ребенок вот-вот родится. То есть на сегодняшний день эта работа продолжается, но она близка к завершению. Я должен сказать, что, например, даже новые награды надо было разработать. Например? Награды городского округа за заслуги перед городским округом Люберцы. А уже кому-то вручили такие награды? Да. Я даже скажу, что у нас есть разработано, утверждено звание почетного гражданина городского округа Люберцы. И уже первым гражданином, почетным гражданином стал наш земляк Сиранов Сергей Германович. Чем его вручили на дне города. На дне городского округа. На дне городского округа, да. Но какое-то время все были оговариваться. Но мы уже понимаем, что мы говорим об округе. То есть вот до таких вот мелочей, да? Да. Вы также упомянули про профильные комиссии, которые существуют в Совете депутатов. Что это за комиссии, для чего они были созданы? Вот смотрите, если взять всю деятельность городского округа, да, и разделить на определенные, скажем, подразделы, да, то это и социальные вопросы, это вопросы предпринимательства, это вопросы ЖКХ, вопросы, связанные с транспортом, с дорогами, с образованием медицины, как я сказал, социальные вопросы, да, вопросы стройки, вопросы создания генерального плана. То есть их много. Вот рассматривать все это вместе одновременно невозможно. Поэтому созданы шесть профильных комиссий. И каждая из них выполняет, несет определенные функции. Значит, одна комиссия рассматривает вопросы бюджета, экономики, финансирования, семейных отношений. Вторая – строительство, да, развитие городских территорий. Третья – вопросы ЖКХ, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства. Социальные комиссии, которые рассматривают вопросы образования, медицины, культуры, спорта. Вопросы молодежи, вопросы ветеранов. Комиссия, которая курирует вопросы торговли, предприятий и обслуживания. Вот все эти шесть комиссий, они имеют своего руководителя, представителя комиссии и заместителя. Мы постарались, чтобы депутаты, записываясь в комиссию, а это воля излияния каждого депутата, все-таки соответствовали по своему профессиональному, по своему профессиональному навыкам, знаниям, может быть, предыдущим местом работы, да, или сегодняшним местом работы соответствовали той профильности, которой есть комиссия. По крайней мере, председатели комиссии, у нас все очень уважаемые и профессиональные люди. Так, например, комиссию по бюджету, хотя и возглавляет главный хирург нашей больницы, да, кстати, он в прошлом году получил звание лучший хирург на Субстанской области, Уханов Анатолий Иванович. Помню. Да, но он уже в течение многих лет возглавляет эту комиссию в городском сайте депутатов, поэтому у него есть большой наработанный опыт. Да, комиссия по ЖКХ возглавляет Малисович Азизов, ну, человек с 30-летним опытом работы в ЖКХ. Тут никаких не поспоришь, да. И замом у него Климанов Лисан Саныч, который тоже возглавляет управляющую компанию, то есть люди абсолютно в теме, да, Кахан Артем Игоревич, который возглавляет комиссию по строительству, сам строитель, профессионал. И так в каждой комиссии. Тройский Леонид, спортсмен, да, человек, интересующийся культурой, человек социально очень неравнодушный, возглавляет именно такую комиссию. Ну, то есть вот совет депутатов – это персоны, это люди, да? А вот с вами на округе номер 4, по-моему, насколько я помню, если не ошибаюсь, да? Что за люди работают, как можете охарактеризовать их? Кто эти люди? Я считаю себя счастливым депутатом в команде, потому что у меня замечательные коллеги – это Кармина Оксана Витальевна, Бадаев Ренат Искандирович и Шлопак Александр Леонидович. Почему я говорю «повезло»? Потому что, ну, понятно, что люди приходят с разными вопросами к депутатам, да? Мы команда, мы должны решать все вопросы, которые находятся, которые в нашем округе наиболее актуальны. Кармина Оксана Витальевна – человек из образования. Она руководитель ряда детских учреждений, да, то есть человек в теме образования. Детский сад «Белоснежка», да. Так точно, вот недавно совсем открывали новый детский сад, да, с вами вместе. Передовых. Да, на первых рядах. Да, и она, кстати говоря, во всех вот тех мероприятиях, которые организовывает Министерство образования, ее учреждения, они одни из первых, там, везде занимают лидерующие места. То есть по вопросу образования у нас есть человек, который профессионально может их решать, да? Ну, я скажу, что Ренат Искандерович, он человек молодой, но он предприниматель с большим стажем. И опыт у него уже есть в решении этих вопросов. Шлопак Александр Леонидович – человек абсолютно нераднодушный, его многие знают в нашем городе. Он у нас и за спорт отвечает, и за культуру, и взаимодействие со всеми структурами администрации. Мало того, с нашими конфессиями тоже он осуществляет связь. То есть человек вот, понимаете, вот в одном округе, да? Да, да. Ну, я как бы всю жизнь поработал в ЖКХ, поэтому вопросы, которые связаны с ЖКХ, у нас тоже в округе решаются практически сразу. А жители какого района, ну, каких улиц могут прийти именно к вашей команде? Любые. Люди могут прийти любые, мы никого никогда не, значит, не оттолкнем. Но, тем не менее, конечно, округ имеется границы. Это Марусина, Матюкова, Машкова, ЗСНТ, Зеленая зона, это практически 7-й, 8-й микрорайон весь. Это воинов-интернационалистов, побратимов. И вот граница там проходит по Гоголе. То есть вы хотите сказать, что как раньше, да? Вот округ делился на много-много-много, точнее, территория района делилась на много-много депутатских округов. Я, по-моему, порядка 20 их там было, я, честно, могу ошибиться. А сейчас их сколько? Их, по-моему, стало меньше, но как бы территории, они расширились. Вот, расскажите поподробнее об этом. И вы сказали, что могут прийти не только жители определенных улиц, которые там, скажем, прописаны под этот ваш депутатский округ, да? Ну и вообще любые жители. Вот как это работает? И насколько эффективна новая такая система, где мало округов, но в то же время люди работают в команде? Ну, на сегодняшний день территория всего городского округа разделена на 8 избирательных округов. В каждом округе избраны 4 депутата, сегодня уже действующие, как вы сказали, там, 8 месяц, да? За ними закреплена определенная территория. Депутаты в своей четверке, в своей команде, они могут самостоятельно, вот, территорию округа, да, ведь одному человеку достаточно сложно контролировать ситуацию одновременно, там, скажем, в Марусино, да, на улице Гоголя, СНТ, Зеленая Миля, и где-то на Поворотимово. Ну, поэтому в большинстве округов депутаты все-таки территорию условно разделили, но они все вместе все равно контролируют всю территорию. Просто принимать население удобнее, да, вот не в одном месте где-то в центре, а в четырех местах разных, то есть ближе к населению быть раз. Во-вторых, все равно вопросы, с которыми приходит население на прием, они потом совместно обсуждаются для совместного принятия решения, но есть вопрос сложный, да? Есть вопрос, который решается сразу, есть вопрос достаточно сложный. Почему могут прийти другие жители, других микрорайонов? У нас же все рядом, у нас же все близко, да? И поэтому есть вопросы, которые, там, скажем, вот улицы инициативные, да, то есть улицы Митрофаново, переходящие в Попово, жители живут на границе, вопрос транспорта, он общий для них, да, автобус пойдет вообще, по всей улице. Ну, придет, мы его выслушаем. Если вопрос касается какого-то детальной разработки, мы передадим его депутатам соответствующего округа, и они там его будут рассматривать. Если вопрос решается нами сразу, будем сразу решать. Сергей Николаевич, вот продолжая разговор о заседаниях и принятых решениях, вы сказали, что уже 13 заседаний из Совета депутатов прошло, и вот на последнем из них, насколько я помню, утвердили размеры земельного налога, а также приняли решение об утверждении количества льгот для социально незащищенных категорий граждан. Вот что изменилось? Ну, основной целью издания данного документа, это было, как я уже говорил, привести к единообразию, да, налогообложения на всей территории городского округа, так как ранее он отличался по поселениям. Причем решение это было связано не столько с тем, что привели к единой цифре, да, но и произошло снижение, как ставки налога, да, например, в Малаховке ставка налога на земли, находящиеся под гаражами, была полтора, мы снизили до 0,6, то есть до уровня ставок всех поселений. Что касается льгот, у нас в ряде поселений для многодетных семей была 50-процентная льгота, сегодня мы ввели 100%, то есть люди практически освобождены от уплаты этого налога за свои личные подсобные хозяйства. Для ветеранов труда в ряде поселений не было установлено льготы, то есть они платили 100%, это категория лиц, имеющие звание ветеран труда. Мы ввели для них 50-процентную льготу по всему городскому округу, то есть такое хорошее социально направленное решение принято. Что, Сергей Николаевич, спасибо большое, сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Уважаемые телезрители, напоминаю, вы смотрите программу «Открытый диалог». У нас в гостях Сергей Николаевич Антонов, председатель Совета депутатов городского округа Люберца. Никуда не уходите, мы продолжим буквально через минуту. Мы возвращаемся в студию. Уважаемые телезрители, напоминаю, вы смотрите программу «Открытый диалог». Сегодня с нами Сергей Николаевич Антонов, председатель Совета депутатов городского округа Люберца. Сергей Николаевич, давайте продолжим разговор о решениях, которые принимаются на заседаниях Совета депутатов. Я знаю, что скоро будет рассматриваться вопрос о изменениях в порядке вырубки и посадки зеленых насаждений на территории городского округа. Это тема, которая, несомненно, волнует всех жителей, потому что дышать мы хотим одним воздухом. И вот что должно измениться и в чем суть изменений? Ну, как я уже говорил, мы принимаем единый документ, потому что данные положения, конечно, существовали и в городе, и в поселениях, но они отличались друг от друга и по правам, и по обязанностям, и по ответственности, поэтому привели к единому знаменателю. За основу было взято положение, которое существовало в городе Люберцы. Мы посчитали, что оно наиболее проработанное. И плюс к этому мы добавили еще одно положение, которое сегодня регламентирует порядок кронирования и обрезки деревьев, зеленых насаждений. Этот вопрос просто не рассматривался, он не был в предыдущем положении, но он очень сильно интересует наших жителей. Потому что не всегда стоит речь о том, чтобы удалить аварийное дерево. Иногда надо дерево кронировать. Кому-то это мешает по освещенности, заслоняет, скажем, свет в окне. Нет, кто-то против этого, потому что он хочет иметь какую-то защиту, да, вот такую экологическую от транспорта, движущегося. Ну, вот это как раз, вот в этом документе идет рекомендация, когда и как это надо делать, с кем согласовывать. То есть этот документ это все регламентирует. Ну, посмотрим, заседание пройдет. Да, на ближайшем заседании, я думаю, документ будет, надеюсь, он будет принят, и будем руководствоваться всем уже в жизни. Вот вы говорили о кронировании деревьев со знанием дела, вы много лет посвятили работе в сфере ЖКХ. Вот свой опыт на посту председателя как-то применяете, вот опыт именно? Ну, вы знаете, вот я действительно 20 лет поработал главным инженером в жилищно-эксплуатационной организации. И там ведь не только опыт руководства, вот у нас там было 15 подразделений, да, и как бы они все являются такими производственными участками, где-то должен был в определенной степени руководить. Очень большая доля работы приходится на общение с жителями. Причем, ведь жилищники, они общаются с жителями не по каким-то высоким материям, да, а по самым обыденным, самым таким жизненным вопросам. Вопросам тепла, водоснабжения, там, канализования, да, отведения воды с территории, благоустройства, там, детская площадочка, там, где-то, надо кустик посадить. То есть то, что интересует жителей каждый день и каждую секунду. И вот очень важно в этой ситуации было научиться понимать жителей. Ну, очень хотелось бы, чтобы мне, я мог сказать, у меня это получилось. У нас губернатор наш Андрей Юрьевич Воробьев, да, все время сказал, житель соправ. Вот по-разному трактуется это выражение, потому что, ну, некоторые говорят, вот житель, который сегодня выбрасывает мусор из окна машины, на дорогу, разве он прав? Ну, с другой стороны, нужно поставить площадку-контейнер. Согласен. А вот ему некоти, вот, значит, у всех есть свое право. Ну, да, но я считаю, что вот в чем правильность мысли Андрея Юрьевича, ведь ее по-разному можно рассматривать. Я рассматриваю таким образом, надо встать на место жителей. Надо встать. Вот, да. Ты чиновник, к тебе пришел человек, встань на его место и попробуй на себя трансформировать его проблему. И тогда ты найдешь решение. И тогда он будет прав. Вот вы уже говорили про то, что жители могут обратиться к любому из депутатов совета. А как? То есть какая существует обратная связь, какой формат приемов, как можно прийти, как говорите? Ну, кроме того, что депутаты на округе, они всегда на земле, да, и население хорошо проинформировано, каким образом можно связаться с депутатом. Потому что телефоны все приведены и на сайте, и информационно, и в печати, и телевидение ваше, бегусь строкой, это все показывает. Тем не менее, существуют официальные дни приема у каждого депутата, где указано место, время, ведется запись предварительная. Я вот почему сейчас обращаюсь к населению, хочу сказать, что запись, некоторые говорят, зачем записываться? Запись нужна, она нужна для населения, потому что если человек заранее высказывает свою проблему, то у депутата есть возможность подготовиться к ее решению, он может ее обсудить с коллегами, понять ситуацию. И человеку даже, может быть, и не придется приходить на прием, с ним свяжутся, ему скажут по телефону, что вот так решается ваша проблема, да? Либо он придет и получит готовый ответ. Потому что зачастую человек, приходя на прием, мы не можем дать сразу ответ. Мы говорим, хорошо, мы вам установили законом срок, да, это 30 дней, мы будем работать, мы будем решать. Проще записался, пришел, получил ответ. Но это не значит, что мы не примем чека, не записавшись. Все, кто придут на прием, будут приняты. Я как депутат принимаю на своем округе, могу сказать для жителей сегодня, если кто-то с округа смотрит эту передачу, что я принимаю в последний четверг каждый месяц с 5 часов в помещении улицы Войнов-Интернациалистов, дом 15, территория ЖЭО-6. Там висит объявление достаточно большое, можно в ЖЭО подойти поинтересоваться, если кто-то забудет. И, как представитель сайта депутатов, последнюю среду, третью среду каждого месяца с 15 часов. К вам, как депутат, жители приходят с теми же вопросами, что и вы слышали, скажем, на работе в жилищном тресте? Пока по инерции, да. Пока по инерции, вы знаете, я, конечно, не хожу, ни на каждом углу не кричу, что я не работаю в тресте. Люди помнят, знают мой телефон, помнят, кем я был. Не хотелось бы сейчас слова говорить. Я говорю, да, но кому-то я, видимо, помогал. Эти люди продолжают обращаться, они же общаются друг с другом, да, и звонят по вопросам ЖКХ. Я не пытаюсь объяснять, что там не работаю. Я говорю, хорошо, мы будем заниматься ими. У меня с Трестом самые теплые отношения сохранились, поэтому я в любую секунду, мне дано право звонить, спрашивать, подсказывать, помогать. То есть, да, люди, конечно, приходят. ЖКХ в любом случае, наверное, самая такая широкая тема. Часто встречающаяся тема для обсуждения. Продолжая тему ЖКХ, вот сейчас актуальная тема, это отопительный сезон. Как депутаты контролируют работу коммунальных служб, может быть, как-то помогают, советуют? Ну, я, наверное, повторюсь, скажу, что специальная комиссия профильная в Совете по ЖКХ возглавляет Азинов Маткискенш, депутат с 30-летним стажем в ЖКХ, три члена комиссии работники структуры ЖКХ. Безусловно, что эта комиссия держит на контроле все вопросы, связанные с жизнеобеспечением людей, но в том числе, конечно, и отопительный сезон, он приходит каждый год, хотя зима нежданна, да, отопительный сезон 1 октября, как правило. Поэтому в течение года мы контролируем эту ситуацию, каждый на своем округе, особенно, конечно, основная задача ложится на проезжей компании, это понятно, теплоснабжающую организацию, водоснабжающую, но мы контролируем в части социальных объектов. Это очень важно, да, чтобы все детские сады, больницы, школы были в свое время подготовлены, поликлиники, потому что там иногда отопительный сезон начинается раньше. У нас же есть вот норматив, да, среднесуточная температура в течение трех дней должна быть ниже 8 градусов, тогда мы включаем отопление. Но мы понимаем, насколько в детском саду или в больнице, да, будет некомфортно, если температура будет 8 градусов. Поэтому Клава дает указания, значит, теплоснабжающая организация включает, запускает в работу котельную, мы даем тепло раньше. Ну, вот в этом плане идет некоторый контроль. В этом году тоже включали раньше, я помню, да. Ну, и как, вовремя было подано тепло в детские сады и больницы? Вот, чтобы пояснить ситуацию, да, в этом году запустили практически в течение недели все объекты. Нормативно это 10 дней. Вот 10 дней дается на регулировку. Я вот помню время, лет, наверное, где-то 10-12 назад, когда, ну и ранее туда, когда 10 октября все отчитывались, что тепло запущено, но регулировка в домах, в учреждениях продолжалась до 1 ноября практически. Потому что происходили аварийные ситуации на сетях, как следствие за ними шло завоздушивание, значит, домов и учреждений, потом все это развоздушивалось, и регулировка затягивалась. Хотя, в общем, рапортовали, что все хорошо. Вызвано это было определенной разобщенностью в интересах предприятий коммунальных. То есть теплосеть, она как бы жила сама по себе, жилищные организации сами, водоканал сам. И вот эта разобщенность продолжалась практически до тех пор, пока главой города не стал, главой района Люберецка не стал Владимир Петрович Ружицкий. Вот я ему, и будучи главным инженером, работником ЖКХ, и на сегодняшний день, я знаю, что это мнение всех, кто работает в этой сфере, мы все благодарны за то, что он сумел соединить все вот эти организации в единый комплекс ЖКХ. Такой мощный и единый, да? И были провозглашены такие идеи, что ты вот себе не делай, помоги товарищу. На сегодняшний день, я вам скажу, открою тайну. Отопительный сезон, подготовка начинается, вот если он заканчивается 30 мая, 30 апреля, да, я и говорился? Да. То начинается 1 мая. То есть ни одного дня, промежутков, никаких отпусков там нет. И работа ведется таким образом, что, я вам скажу честно, в конце июня мы можем давать уже тепло. Ну что ж, наш разговор подходит, к сожалению, к концу. Вот вкратце, какие направления работы есть сейчас в Совете депутатов на ближайший период? Вот, и что, наверное, можете пожелать жителям в завершении разговора? Нам необходимо в этом году сформировать основной документ, по которому будет жить городской округ в 2018 году. Это бюджет городского округа, он будет первым бюджетом, потому что на сегодняшний день все еще живут по бюджету поселений, да, хотя, конечно, координация идет сверху, но, тем не менее, у каждого поселения есть свой бюджет. Вот, необходимый. Чтобы его сформировать, необходимо в кратчайшие сроки принять все муниципальные программы, по которым будет идти финансирование. Это программы, которые касаются и благоустройства, и озеленения, да, и транспорта, и дорожных каких-то работ по восстановлению дорог, по капитальному ремонту. И программы, связанные с капитальным ремонтом учреждений. Ну, это весь объем, весь этот комплекс задач, которые обязаны решать муниципалитет, который входит в его полномочия согласно 131 закона. Естественно, что доходы в бюджет поступают с разных источников. Это и наши собственные доходы, да, это субвенции, субсидии, которые приходят с федерального и регионального бюджета. Поэтому у нас очень социальный бюджет, у нас большая часть средств, заложенных в бюджет, идет на нормальное функционирование системы образования, медицины, культуры, спорта, тех вот моментов, которые касаются жизни и обеспечения людей. Ну, и те программы, которые я назвал, сегодня социальный депутат активнейшим образом участвует в формировании этих программ. Сергей Николаевич, спасибо вам большое. Продуктивной вам работы и удачи. Спасибо большое. И вам удачи. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Открытый диалог». У нас в гостях был Сергей Николаевич Антонов, председатель Совета депутатов городского округа Люберца. Всего вам доброго. Смотрите нас. Редактор субтитров А.Семкин